Как же достала эта винда! Я уверен, почти каждый из вас, у кого есть компьютер на Windows, говорил себе нечто подобное, сталкиваясь с проблемами и багами, работая за своим ПК. Но, возможно, вы даже не знаете, насколько разнообразна природа багов мелкомягкой оси, и сегодня мы поговорим о минусах Windows 10 и 11, и как с ними бороться. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин, поехали! Сейчас на рынке не хватает 1С-разработчиков. У меня даже есть пример. Один из моих сослуживцев после выхода на пенсию как раз-таки устроился начинающим программистом 1С. Но он нигде особо не учился, и ему не хватило навыков. А вот для того, чтобы их получить, существует образовательная платформа Skillbox. После прохождения курса у вас будут сразу два документа, сертификат Skillbox и свидетельство фирмы 1С. Они подтвердят уровень ваших навыков и помогут быстрее привлечь внимание работодателей. За шесть месяцев вы на практике научитесь автоматизировать бизнес-процессы, разрабатывать систему учета и свою авторскую конфигурацию. Даже без опыта программирования вас научат и сделают 1С-разработчикам. 88% студентов трудоустраиваются еще до окончания курса. В общем, если нужны новые навыки, по ссылке в описании, 3 месяца бесплатно и помощь в трудоустройстве. При оформлении курса скажите менеджеру промокод «Мой компьютер» и получите скидку 50%. Все ссылки в описании. Синий экран смерти или PSOT – страшилка, передаваемая из поколения в поколение. Этот скример может возникнуть в том числе из-за ошибки драйверов. Или драйверов. В общем, из-за сбоя в программе прокладки, которая общается с железом. Проблема с драйверами, особенно если у вас старый компьютер или ноутбук, это визитная карточка Windows. И самого забавного – это когда после установки винды драйвер на сеть сам не встает, а чтобы его скачать, ну вы поняли, нужен интернет. И тут начинаешь понимать людей, которые хранят диски с дровами. Хотя у меня и CD-ROMа-то нет. Причем с годами ситуация меняется слабо. Да, в базе драйверов Windows с каждым релизом системы их все больше и больше. Но вы пробовали поставить эту ОС на современный ноутбук с Intel Core 11-го поколения. Это непередаваемое ощущение, когда установщик в новом ноутбуке не видит SSD. И это не брак, просто Intel решила, что всем пользователям ноутбуков обязательно нужна горячая замена накопителя или загрузочный райд из SSD. Ну а то, что в вашем ноутбуке всего один слот M.2 и он запрятан внутри корпуса – это никого не волнует. И приходится качать драйвер для накопителя с сайта производителя ноутбука, закидывать его на флешку вместе с дистрибутивом системы и устанавливать. Или же копаться в глубинах биоса, чтобы отключить VMD-контроллер. И это лишь верхушка айсберга проблем с драйверами. Думаю, многие активные пользователи ПК после переустановки с Windows наблюдали в диспетчере устройств длинный список неизвестных устройств, находить драйверы, под которые приходится руками. Более того, даже если и система сама смогла поставить драйвер, далеко не факт, что все будет работать стабильно. За примерами далеко ходить не нужно. Да, что Windows 10, что 11 сама ставит драйвера на видеокарты, только они могут быть и 3-х и 5-ти летней давности. Никто не спорит, индусы их протестировали, они точно будут стабильно работать с системой, но вот новые игры и графические редакторы, очевидно, будут на это старье ругаться. И вам снова придется лезть на сайт производителя GPU и руками обновлять драйвер. Удобство. А чего мучиться? Драйвер паки в помощь. И с этого момента начинается лотерея, сколько галок вы пропустите и сколько браузеров и левых VPN вам установится после запуска таких сборников драйверов. Более того, на некоторые драйвер паки даже антивирусы ругаются, что прямо намекает об их безопасности и надежности. И даже если вы прорвались через все стартовые экраны и нажали кнопочку обновить все драйверы, не радуйтесь. Многие такие утилиты качают формально совместимые драйверы, так что снова начинается лотерея, будет все работать после перезагрузки, или вы с удивлением обнаружите, что не работает что-то другое или вылетает ошибка. Так что драйверы были, остаются и будут головной болью пользователей Windows. Тут даже начинаешь завидовать маководам, у которых все драйверы заботливо интегрированы в дистрибутив программистами Apple. И, к сожалению, даже в будущем ничего для мелко-мягкой оси не поменяется. Производители комплектующих, вагон и маленькая тележка, собственные сайты имеют далеко не все, и еще меньше выкладывают на них свежие драйверы. Да, Realtek? В общем, это порочный круг, разорвать который в ближайшее время точно не получится. А знаете, что еще не меняется в Windows на протяжении десятилетий? Вид половины системных утилит. И ладно бы, это были мелкие программы, оставленные для бородатых админов. Но нет, кликаем правой кнопкой мыши по пуску, выбираем панель управления диска и отправляемся назад в 90-е. Планировщик задач, мониторинг ресурсов, просмотр событий и многие другие нужные системные компоненты, даже в новой закругленной Windows 11 остались прямиком из старых версий системы. И вишенка на торте – панель управления. В этом году юбилей, 10 лет как пытаются нас от нее отучить еще с Windows 8, но вместо этого нас просто запутали. Половина настроек перенесена в новые параметры, половина остается в панели управления, и если вы не компьютерный гуру, то искать нужную галку вам придется сразу в двух местах. Ах да, часть переходов из параметров ведет в панель управления и наоборот. Типичный индусский пляшущий код. И на текущий момент только Windows обладает таким букетом древностей. Ни текущие Linux, ни тем более macOS себе такого не позволяют. По крайней мере, все системные утилиты в них выглядят под стать общему стилю системы и времени. К слову, об интерфейсах. Думаю, многие пользователи современных ноутбуков или мониторов с высокой плотностью пикселей замечали, что часть софта откровенно размывается, и проблема уходит только при установке масштаба в 100%. Но в таком случае текст придется читать с лупой. Лупа! Получается дилемма. Или мелко, или мягко. Но выход из положения есть. Нужно руками задать в параметрах требуемый масштаб интерфейса, даже если он и так есть в выборе. После чего перезайти в систему. И вуаля! Везде шрифт будет четким и в большинстве программ достаточно крупным. Но почему так происходит? Да потому что индусы, дав производителям мониторов свободу, сами запутались и ощутимо накосячили. Все дело в том, что экраны ПК испокон веков прибиты к 96 пикселям на дюйм. Собственно этого вполне хватало где-то до начала нулевых. Пока не стали появляться ноутбуки и мониторы, плотность пикселей которых ушла ощутимо за сотню DPI. Как итог, Windows на них выглядела мелко. Решение? Задать возможность менять масштаб и разработчикам дать все инструменты адаптировать свое ПО под разные плотности пикселей. Что Microsoft и сделала в XP. Кстати, XP была моей первой взрослой виндой. До сих пор к ней какие-то теплые, добрые чувства. И сама она выглядела так как-то по-доброму, красиво. Ну видимо под стать временем. Вот именно тогда нам нужны были диски с драйверами. А чтобы скачать большую игру, вынимался жесткий диск и Passat подключался у друга, перекачивался. И когда я шел домой, я думал, запустится она или нет. Все файлы я скачал или что-то было прописано в системе. Собственно поэтому у меня компьютер никогда не был собранным. Ну ладно, что-то мы отвлеклись. Едем дальше. И с XP началась вакханалия. Кто-то действительно сделал все красиво. Кто-то забил, кто-то сделал поддержку лишь четко заданных масштабов. Как итог, в части случаев все масштабируется корректно. Где-то текст тянется, как картинка, и мылится. Ну а где-то он вообще получает версию для дальнозорких. Подлила масла в огонь и сама Microsoft, которая в Windows 8 стала плодить различные виды масштабирования, как кроликов. Идея была в том, чтобы на разных мониторах с разным DPI, подключенных к одному ПК, программа выглядела одинаково хорошо. Но мысль до финала не добралась. Вы даже можете это проверить в диспетчере задач. Перейдите на вкладку подробности и добавьте столбец про DPI. После чего будет заметно, что большая часть программ вообще масштабироваться не умеет. А значит, все идеально будет только в масштабе 100%. И опять же, гарантированного пути исправления ситуации, как и в случае с драйверами, тут нет и быть не может. Слишком много разных мониторов и софта существует в природе. И тут стоит кинуть камень в огород macOS. У них с этим вообще все еще хуже. В этой системе есть десяток четко заданных размеров экрана и разрешений, под которые можно оптимизировать свой софт. И стоит вам купить нестандартный по меркам Apple монитор, например, популярное решение с Full HD на 24 дюйма. И да, вы тоже столкнетесь с размытыми шрифтами и иконками. Причем вообще во всем софте. Но, к слову, нужно отметить, что большая часть вышеуказанных проблем завязана в основном на разработчиков ПО и железа. И Microsoft тут как бы не при делах. Она предоставляет все инструменты для того, чтобы софт работал нормально, но далеко не все этим пользуются. Но и чистокровное ПО Microsoft славится своими проблемами. И я имею в виду те самые обновления. После того, как аккурат перед выходом десятки Microsoft резко сократила штат тестеров, качество апдейтов ожидаемо упало ниже плинтуса. Видимо, в компании посчитали, что тестерами с радостью станут обычные пользователи. Но те почему-то предпочли работать на своих ПК, а не ставить бетки и помогать мелкомягким исправлять баги. Очень удивительно. Как итог, чуть ли не каждую неделю появляются новости о том, что очередной апдейт Windows 10 что-то сломал, а решающий проблемы баг-фикс чинит это, но ломает что-то еще. И это быстро привело к тому, что переходить на свежую версию системы люди с желанием особо не горят, предпочитая сидеть на старых сборках с отключенными апдейтами. И это же привело к тому, что Windows 11 провалилась. Мало того, что конские системные требования, и даже сами разработчики их нарушают, так еще и проблем стало куда больше. Разумеется, многие скажут, Windows 10 и даже 11 запускаются на ПК из 2006 года. За последние 15 лет вышло столько железа, что отладить работу системы во всем зоопарке просто физически невозможно. Поэтому и багов избежать не получится. Но, как показывает практика, с апдейтами грешит далеко не только Microsoft. Взять ту же Apple с их macOS, которая работает лишь на десятке другом четко заданных конфигураций. Даже это не помогает. Временами апдейты массово окирпичивают MacBook. Но все еще в случае с мелкомягкими это носит прям масштабный характер. Почему все так плохо? Одна из важных причин – Microsoft дает пользователям свободу. Слишком много свободы. Необходимо, значит, запретить пользователям Винды хвалить другие системы, открыто поддерживать отключение функций обновлений и менять название папок. Удивительно, но это тот самый случай, когда много возможностей – плохо. Мы в массе своей используем Windows под администратором. И это дает безграничную власть. Мы можем случайно удалить системный файл или же установить любой чистильщик реестра, который сделает это за нас. И я уже молчу о большом количестве всяких статус-баров, анимированных рабочих столов, которые также пускают корни в систему глубже, чем того требуется. Вот и получается, что серьезно повредить Windows можно буквально в пару кликов. Поэтому подход Linux, который постоянно требует пароля для root доступа, и тем более macOS, где системный раздел вообще что-то недоступное, в данном случае лучше оправдывает себя. Да, настроить под себя систему получится ощутимо труднее, но если вам важнее функциональность, а не косметика, то такой подход оказывается гораздо стабильнее в долгосроке. И вообще, в массе своей эти оптимизаторы и чистильщики не приносят никакой пользы. Реестр имеет древовидную структуру, поэтому пустые ветки, оставшиеся после удаления программ, максимум отнимут у вас пару килобайт в памяти и никак не замедлят вашу систему. В Windows есть встроенный чистильщик диска, который позволяет безопасно удалять мусор, в отличие от того же CC Cleaner, который в лучшем случае при неправильной настройке разлогинит вас с половины сайтов в Chrome. А у меня был случай, когда человек поставил вообще все галки в этом CC Cleaner и почистил все вплоть до автозагрузки системы. Так что не стоит менять лишние пару сотен мегабайт на диске на стабильность. Подробнее о всяких чистильщиках реестра и сторонних антивирусах мы рассказали в ролике «Самые популярные мифы о Windows». Ссылочка будет в описании. Но все же есть ситуации, когда лезущие глубоко в систему утилиты могут помочь. Дело в том, что Windows очень любопытная система. Ее второе имя – телеметрия. Посудите сами, в первых сборках Windows в Microsoft передавались даже скриншоты экрана, сделанные в рандомное время. Да, на них могли быть ваши конфиденциальные данные, New Photo и вообще любой компромат, и все это гигабайтами собирали себе мелкомягкие. Потом, конечно, под давлением Microsoft позволила отключать часть телеметрии, но все еще система собирает очень много конфиденциальных данных. Тут просто приходится использовать сторонний софт, чтобы убрать слежку за собой. И телеметрия – не единственное ухудшение, которого не было в той же «семерке». Сразу же после установки десятки вас ждет букет рекламного софта, удалять который приходится также руками. Более того, Microsoft не стесняется в платной из Windows, да, она стоит денег, рекламировать собственные продукты, такие как браузер Edge или Office, прямо в поиске или в проводнике. Ну и апофеоз – это откровенное навязывание собственного софта. Речь идет о браузере Edge и поисковике Bing. Любой интернет-запросы с поиска или справка будут открываться в нем, даже если в системе уже стоит другой браузер по умолчанию. Более того, Windows 10 будет говорить вам прямо на главной странице параметров, что у вас проблемы с просмотром страниц в интернете и предлагает это исправить, установив Edge по умолчанию. И да, антимонопольщики молчат. Видимо, боятся, что их заставят использовать Linux. При всем при этом майки знают, что безопасность не их конек, поэтому в последних ревизиях Windows 10 и 11 прикрутила костыль, который замедляет работу системы на 20-30%. Все дело в том, что теперь в системе есть такая функция безопасности, как изоляция ядра. И вот она в обмен на дополнительную безопасность будет неплохо резать производительность. И суть здесь в том, что обычному пользователю такая функция вообще не нужна, ну разве что за ним охотится ФБР после взлома Пентагона. Но при этом изоляция может быть активна на свежекупленном ПК или же ноутбуке. Стоит проверить, что она отключена. В общем, у винды много проблем, причем добрая половина из них есть только у мелкомягких и начисто отсутствуют и в Linux и в Mac OS. И в этом нет ничего удивительного. В руках Microsoft 90% всех десктопов. Я уверен, у вас есть чем дополнить этот список. Вот меня, например, дико бесит, что стандартный плеер, во-первых, он убогий, а во-вторых, он не запускает, например, разрешение Hades там с айфонов, или какие-то скачанные с торрентов фильмы в высоком разрешении. В общем, у каждого есть чем дополнить этот список, и я бы хотел, чтобы вы написали об этом в комментариях. Не забывайте про наше сообщество ВКонтакте и канал в Телеграм. Там вы можете читать самые свежие IT-новости, если вам это интересно. На связи был МК, жду вас в комментах. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.